Друзья, огромный всем привет! Вы смотрите молодёжный интерактивный проект Пин-код пятница на календаре 19 июля. С этим вас и поздравляю. Скажите мне, пожалуйста, есть ли среди вас любители группы «Без билета», а фанаты дуэта «Маранди», а может быть поклонники Горна Бреговича? Уверен, что да. Если так, то прямо сейчас берите блокноты и записывайте. 11 августа Минск, площадка возле Дворца спорта. Вас ждёт грандиозный концерт под открытым небом, который организует компания «Волкома-1» при поддержке Мингорисполкома. Ваши любимые звёзды соберутся на одной сцене и выступят совершенно бесплатно. Ну а если вы не из Минска, не переживайте, тоже абсолютно бесплатно. Вы сможете посмотреть прямую трансляцию, а также запись этого самого концерта в сети любимого мобильного оператора после авторизации на сайте видеосервиса или через мобильное приложение «Вока». Также всё происходящее на сцене будет транслироваться на больших экранах в центре города. Впрочем, это не все сюрпризы, которые для нас программа подготовила не все бесплатные мероприятия. Мы предлагаем вам прямо сейчас зайти на сайт kahut.it и ввести в поле код игры вот эти цифры. 2-5-1-3-2-3. Присоединяйтесь к нашему сегодняшнему интерактиву, отвечайте на наши вопросы и получайте замечательные подарки. Сегодня победитель получит стильную вышиванку. 2-5-1-3-2-3. Заходите прямо сейчас, но пока давайте узнаем, что ещё вас ждёт сегодня в нашей программе. Смотрите сегодня в пин-коде. Профессия, которую ты точно представлял себе иначе. Чем на самом деле занимается агроном и как он помогает победе твоей любимой футбольной команде. А также откровение спортивного комментатора. Узнаем, как он борется со сном на матчах третьей лиги и какие средства делают его голос таким уверенным. Чудо-гаджет, который способен превратить обычный смартфон в планшет. Реальность или очередная уловка рекламщиков? Катя Додеркина разберётся. Друзья, в Беларуси продолжается вступительная кампания в вузы. Кто-то мечтает стать айтишником, поступить в БГУ. Кто-то мечтает о факультете международных отношений. Это тоже престижно. Но почему-то не так много людей хотят стать, например, агрономом. Почему? Для меня лично непонятно. Говорят, что боятся маленьких зарплат. Говорят, что агроном работает только в деревне. А вот и нет, говорит вам программа Пин-код. Мы отправились на столичный стадион «Динамо», чтобы познакомиться с местным агрономом. Что у нас из этого получилось и самое главное, чем он, этот самый агроном, на стадионе занимается, узнаем прямо сейчас. Национальный олимпийский стадион «Динамо» – пожалуй, самое легендарное спортивное сооружение нашей страны. Его построили в далеком 1934-м. После этого чего здесь только не было. Полная разруха во времена Великой Отечественной и восстановление после войны. Несколько реконструкций. 21 июня 2018-го стадион открылся после проведенных масштабных работ. Теперь он один из самых современных в Европе. В его сердце поле, которое соответствует всем стандартам УЕФА и ФИФА. О нем мы приехали поговорить. Нас встречает Антон, ведущий агроном стадиона. Он-то нам и расскажет о том, как здесь все устроено. Экскурсию начинаем с высоты птичьего полета. И сразу с самого волнующего вопроса. Слушайте, я вот всегда замечал вот эти полосочки, да? Это, получается, разная трава высажена, да, что она разная по цвету? Да, у меня, кстати, много кто спрашивает, на самом деле, друзья, знакомые, что это такое, типа, это разный покос или это другая трава, или вообще говорят, что это синтетическое, как этот газон. Чистично. Да, 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 что это вставлено. На самом деле это все очень просто. Это косится цилиндрической косой с катком. Она укатывает траву в разных направлениях. То есть, получается, у травы два разных цвета, да? Да, да, да. Ее получается вот светлое, да, проезжем туда, в ту сторону, а назад это темное. И вот это получается такой оттенок красивый. Можно еще квадратом делать, это будет, ну, клетка тоже красивая. В общем, творческая профессия. Да, да, да. Размер поля 68 на 105 метров. За ним следит команда Антона. Постоянный покос, контроль влажности и температуры, работы хватает. А еще постоянный контроль качества. На время концертов площадку покрывают специальным настилом. Но после мероприятий траву все равно приходится восстанавливать. Поле было привезено из России. Оно выращено было, наверное, более двух лет. Обслуживалось. Это рулонный газон, выложен конвертом. Всегда можете заметить, в центре самая высокая плоскость. В футбольном поле всегда должно быть скат. Это, чтобы вода уходила ровно мне. Разумеется, сорняков здесь не увидишь. Это вам не трава на даче? Тут от десятка показателей качества зависит результат игр. Перед серьезными матчами тренерский состав домашней команды проверяет поле и дает свои рекомендации. Уплотненность, она бывает разная. Им бывает, нужно мягкое поле в этот матч. Другой матч нужно плотное. То есть они вот требуют, да, и мы должны выполнять, так как они играют дома, это зависит от качества футбола. Полив поля тоже влияет. Это скоростной футбол. Высокая трава, это замедляет скорость мяча, поэтому кто-то требует высокий покос. Низкий, это наоборот, мяч будет быстро лететь. Ну, вот такие вот есть фишки, нюансы, которые... Хитрости, я так сказал. Кроме людей за состоянием огромной и дорогой лужайки следит сложная система автоматики. Я так понимаю, что на стадионе есть какая-то система подогрева в том числе? То есть не просто трава на земле? Да, подогрев всего поля, он на антифризе. Глубиной 30 сантиметров, это для легкой атлетики. На футбольных полях делают 2 сантиметра. Ну, чтобы не пробил. Да, 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 чтобы не было никакой нагрузки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впрочем, стадион «Динамо» не всегда был таким технологичным. В начале 2000-х здесь разгорелся настоящий скандал. Дело в том, что на стадионе проводили отборочные матчи Евро-2000 и не было дренажной системы. Стадион затопило водой, а играть в воде футболисты, разумеется, не могли. Поэтому пришлось эту воду сушить вертолетами. Зрелище было, говорят, очень странное. Сейчас же работа здесь ведется круглосуточно. Вопросов хватает. Антон просит у нас 10 минут, чтобы поставить задачи другим сотрудникам. Продолжим разбираться во всех тонкостях самой дорогой грядки через несколько минут. Кстати, друзья, знали ли вы, сколько человек помещается на стадион «Динамо»? Ну, после реконструкции. Вот такое интересное задание. Мы предлагаем вам прямо сейчас заходить на сайт kahut.it и принимать участие в нашем интерактиве. Победитель получит такую стильную вышиванку от магазина «Вышиванка Бай», поэтому у вас тоже есть возможность ее получить. Ну что, 3, 2, 1, давайте начинать играть. Более 100 человек к нам уже присоединилось. Присоединяйтесь и вы. Первый вопрос действительно звучит так. Сколько тысяч человек может поместиться на национальный стадион «Динамо»? Итак, варианты ответов для вас мы тоже сегодня подготовили. 10 тысяч, 15 тысяч, 22 тысячи или 37 тысяч. Голосуйте, но пока расскажу интересные факты. Кстати, после реконструкции мест на стадионе стало меньше немножечко, зато сидеть там стало комфортнее. А вообще, когда она проводилась, пока мы снимали материал, нам рассказали, что пришлось искать материалы, чтобы можно было как-то интересно восстановить стены и оставить их, потому что стадион должен был сохранить свой прежний облик. Вот так вот, поэтому можно тоже посмотреть и прикоснуться, как говорится, к истории. Ну а мы подводим итоги. Конечно, правильный ответ. Более 22 тысяч человек помещается на этот самый стадион. Поздравляем, кстати, не все правильно справились. Почему-то очень много подумал, что 37 тысяч, но нет. На самом деле 22 тысячи. Спасибо вам большое. Мы продолжим через несколько минут. А пока давайте вместе вернемся на стадион и будем дальше разбираться во всех тонкостях профессии агронома. Мы продолжаем прогуливаться по новенькому стадиону. Антон за кадром рассказал нам, что обожает футбол. Это его и подтолкнуло стать грин-кипером. Именно так за рубежом называют людей его профессией. Чтобы стать агрономом, что должно быть в человеке такое? Какие качества? Настоящий агроном. Ну, агроном должен, во-первых, любить то, что он делает, любить свою работу, любить газон, понимать, как это все устроено. Нет такого, что в выходной, да, суббота, воскресенье, значит, все, поле стоит и никто его не обслуживает. Кстати, работа эта в большей степени сезонная. Неважно, редчайший сорт травы на земле или обычный, природа обо всем позаботилась. Зимой работать практически не приходится. А зимой что с ним? Это вот хорошо в Испании, да, там плюс 30, оно, наверное, всегда по колено через день, если не подходит. Ну, жара тоже плохо для газона. Но зимой спячка. Если нет никаких мероприятий, игр, то газон спит. Его просто укрывает? Его газон, нет, он укрывается снегом. Есть такая, как говорится, подушка, да, снеговая. И она держит там тепло какое-то, свой климат там. И, да, она немножко погибает, она немножко теряет свое качество. Но со временем, при правильном обслуживании, газон приходит в качестве. Пользуясь случаями, я тоже решил походить по газону. Он действительно идеален. Правда, я так и не понял одного. Антон, расскажите, а как вообще поле поливается? Поливается очень просто. Сейчас я вам покажу, я дам команду, чтобы включили полив, и вы сейчас сами все увидите. Да, это будет где-то оттуда. Это будет... Либо отсюда. О! От земли. Теперь все ясно, как это работает. И таких 11 точек. А сколько поле поливается? По-разному, в зависимости от температуры воздуха. Если жарко, то часто, но в основном поливается утром и вечером. Антон нам признался, дома у него такого газона нет. Добиться травы стандартов у Ефа на своем участке очень сложно. А вот друзья часто просят раскрыть секретную технологию. Но ей приходится учиться за большие деньги, поэтому обо всем рассказать нельзя. Впрочем, для нас сделали маленькое исключение. Трава, видите, есть темная, есть светлая, да? Светлая, это недавний посев. Молодая, она светлая немножко. Иначе не набрало питание. Вот темная, это уже подействовало удобрение. Слушайте, а вот дома какую можно посеять, чтобы, знаете, мало было сорняков? Вот как у вас хочется, что все? Ну, честно, посоветовал бы для домашнего газона мятли клуговой, так как у него корневая система маленькая, но она крепкая. Райграсс, это для спортивных более газонов, он устойчив. Ну все, пошел я за семенами. Буду теперь дорогую траву футбольную выращивать дома, в смысле на участке. А, забыл, кстати, главное сказать. Посмотреть на всю эту красоту и потрогать футбольное поле может каждый. Заходите на сайт стадиона, ищите информацию по поводу того, как можно прийти сюда на экскурсии. А на сегодня все, пока. Кстати, еще на нашем стадионе будут проходить не только спортивные мероприятия, но и концерты. Да и вообще, во время всей истории стадиона там проходили концерты, массовые мероприятия, даже были свои, я бы так сказал, рекорды. И вот по поводу рекордов будет наш следующий вопрос. Давайте его задавать. В 1989 году на стадион приехала звезда. И эта звезда провела на стадионе 8 концертов подряд. На них пришли 400 тысяч человек. Просто представьте, какое это огромное количество людей. Давайте разберемся, кто же это был. Варианты ответов Александра Солодуха, Алла Пугачева, Стинг или Фредди Меркьюри. Отвечайте прямо сейчас. Есть у вас буквально еще несколько секунд для того, чтобы сделать свой выбор. Как вы думаете, кто же собрал стадион 8 раз? Это рекорд современные исполнители редко столько собирают. Итак, 1-0. И смотрим. Ну, конечно, практически большая часть из вас догадалась, что Алла Пугачева собрала такое большое количество зрителей. Кстати, она обещает к нам вернуться со своим концертом. Он состоится где-то осенью. Тоже можно сходить, если вам ее творчество интересно. Спасибо всем большое. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу. А сразу после нее будем разбираться в тонкостях профессии комментатора. Кстати, того человека, который в том числе и на стадионе работает. Доставайтесь с нами. На календаре пятница, 19 июля, в эфире молодежный интерактивный проект «Пин-код». И мы продолжаем. Друзья, вы часто просите нас рассказывать об интересных профессиях, приглашать людей, которые занимаются чем-то интересным, к нам в гости. Для того, чтобы, может быть, с выбором профессии определиться. Или, в общем-то, чтобы мы задали ваши вопросы. У нас для вас хорошая новость. Каждый день со вторника по пятницу эти самые представители разных профессий будут приходить к нам в гости. Поэтому предлагаем вам тоже задавать им вопросы. Ну, а пока вопрос задаем мы вам. Задаем в нашем интерактиве. Интерактиве на сайте kahut.it. Как с латинского языка переводится слово «комментатор». Ну, профессия такая, да? Комментатор. Есть четыре варианта, как вы думаете. Говорун, что видит о том и говорит, толкователь или человек, который мешает смотреть. Четыре варианта есть. Ну, а пока хочу вам напомнить, что в нашей группе во ВКонтакте будут появляться места, где будет работать открытая студия пин-кода. Вы можете туда абсолютно спокойно приезжать, встречать наших коллег и задавать вопросы тем гостям, которые появятся у нас в эфире. Хорошая возможность проявить себя, почему бы и нет, и познакомиться, конечно, с новыми профессиями. Итак, посмотрим правильный ответ. Ну, конечно, толкователь. Именно так переводится слово «комментатор». Мы пригласили в нашу студию толкователя, толкователя с телеканала «Беларусь 5» Евгений Табула, спортивный комментатор, сегодня у нас в гостях. Здрасте. Привет, Георгий. Я, наверное, присяду к вам, к тебе. Да, привет еще раз. Все-таки коллеги, пообщаемся, пообщаемся. Наши зрители подготовили коварные вопросы. Обещаешь на них отвечать максимально честно? Не вопрос. Хорошо, тогда давайте начинать. Итак, вопрос номер один. Сидите ли вы в трусах, когда что-то комментируете? Нет. А, и сразу, и сразу, да. Хорошее начало очень. Причем парень того ждал, видно, да, чтобы задать вопросы. Ну, я уже жду, какие вопросы будут дальше. В чем вы, в чем вы? Ну, смотри, эта шутка, наверное, она больше для ведущих новостей, да. Там все-таки человек по пояс, да, и потом встал, а в чем он там, что он и есть, нет, и пошел. Что касается нас, комментаторов, мы-то за кадром сидим, да, поэтому хоть голый, хоть в одежде. Ну, конечно же, в одежде дресс-кода, если мы комментируем на Макайонка, нет, потому что мы, в принципе, в кадр не попадаем. Но если работаем на выезде, и мы работаем обычно на матчах, которые в Беларуси проходят вдвоем, один комментатор сверху, другой на бровке находится, и тот, который на бровке, у него есть функция в перерыве после матча брать интервью, то есть он обязательно должен быть красивым, желателем в пиджаке. Да, я просто как-то Петруся бровки вспоминал на улице. Это, я так понимаю, площадь, да, такая вот, где... Ну, это там, где тренерские скамейки. Вот ты как раз на стадионе был, вот по дорожкам ходил, легкатлетическим, это там. Да, это там. Хорошо, все понятно. В общем, голыми не сидите. Нет. Ну вот, давайте дальше, следующий вопрос. Зачем вообще нужен комментатор? А, видите, наши зрители не боятся задавать такие вопросы. А вот зачем он нужен? Я не знаю. Что? В смысле, не знаю? Ты же работаешь, за что деньги получаешь, хочется спросить. Ну, смотри, толкователи. По сути, тогда комментатор должен помогать телезрителю понимать то, что он сейчас смотрит. Да, потому что есть, конечно, гики, которые смотрят спортивные трансляции, люди, которым, в принципе, комментатор не нужен. Они и сами видят там, какой футболист с мячом, что он сейчас сделал, почему сделал именно так. Есть люди, которые, возможно, случайно включили кнопку, может быть, им интересно посмотреть этот матч. Ну, это грустное зрелище, спорт без комментатора. Я вот как-то смотрел, вот хочется, чтобы кто-то объяснял что-то. Не обязательно ты там все слушаешь прямо, когда смотришь, но хочется. Ну, я думаю, что эмоции в какой-то степени и добавляют, особенно если наши побеждают в какой-нибудь эмоциональный момент. Конечно, с комментатором это зрелище, эмоциональнее 100%. Ну, и самое главное, что у вас же есть доступ к системе, я так понимаю, определенный. Те параметры, факты, которые не знает зритель, вы как раз-таки знаете и видите. Правильно? Нет. Что, вы просто так же, как мы, смотрим телевизор и все, и комментируете? Ну да. То есть ты провел подготовку к этому матчу и работаешь. То есть никакая система там тебе не подсказывает, условно, это Стефан Бу Коротц или кто-то другой. Я думал, что уже все, нанотехнологии, там бежит спортсмена, у вас там чуть ли не справка, да, по поводу того, чем он там прославился и так далее. Я подготовил по нему информацию, у тебя есть листик или, условно, ноутбук, ты там прочитал. Если не подготовил, ты этого не знаешь. Все просто. А дома комментируете, признайтесь честно, вот когда просто идет матч? Я думаю, что в детстве было, когда особенно с друзьями собирались там поиграть на PlayStation, вот тогда. Вы и киберматчи комментируете, что ли? Ну, вы так интереснее. Ну и хорошо, давайте следующий вопрос. Вы знаете все имена спортсменов? Вот, тоже по поводу подготовки вопрос, я так понимаю. Ну да, вопрос подготовки, смотри, если брать меня, у меня два вида спорта. Это биатлон, там, в принципе, не так много спортсменов, 100 человек, условно, у девушек, 100 человек, у мужчин. За все время, когда ты их работаешь, выучить это не проблема. Особенно тебе не нужно учить 100, да, условно, и там есть человек 40, который постоянно претендует на высокие места, ты их знаешь. В общем, Рональдзе и Рональдиньо различаешь. Ну, конечно. А если дело касается белорусского футбола... Там все на одно лицо, что ли? Ну нет, там в нашей высшей лиге, ну, давай посчитаем, ну, порядка, может быть, 300 футболистов. Я, помимо того, что комментирую, еще делаю графику на моем канале, и в этом году у нас красивая графика. У нас там у каждого футболиста фотографии, некоторые команды приходили, на зеленки снимались, у них вот такой красивый выход. Приходилось каждого футболиста вручную обрабатывать, я каждого футболиста вышки знаю в лицо. Это мне помогло в работе. Но имена путаешь? Бывает. Ну, только если потому, что ты сидишь высоко, или, условно, комментируешь по картинке, и не различил номер на спине, или, ну, вот такой сбой. Но, в принципе, когда я вижу человека в лицо, да и, в принципе, редко так бывают оговорки, что ты попутал человека. Редко. И в жизни не путаешь, да? То есть запоминаешь сразу, как его зовут. Ну, у меня, кстати, был курьезный случай. Батте играл в прошлом году матч, который в итоге стал чемпионским. В перерыве я брал интервью, и ко мне подошел футболист Евгений Березкин. В матче бегал Евгений Яблонский у Батте, а в Гродно играл Максим Яблонский. И как-то Яблонский весь матч говорил, и я знаю прекрасно, кто такой Женя Березкин. Пришло время интервью, я его представил как Евгений Яблонский. Ну, никто не сказал, никто не поправил. Потом даже я не сообразил, что я так его назвал. Только когда пришел потом на комментаторскую позицию, мне говорят, а чего ты сказал Яблонский? Ошибся. Бывает и такого комментатора. Бывает. Давайте к следующему вопросу. Как готовитесь к трансляциям? Идеально, если ты просто в теме. Вот чемпионат Беларуси, например, идет. Идеально, если ты смотришь практически каждый матч, и тебе не нужно готовиться. Все, что тебе необходимо перед матчем, это какие-то статистические факты сферить и почитать, что там говорили тренеры, что говорили футболисты. Главное быть в теме, тогда ты хороший комментарий. Ну, бывает же такое, что не свой спорт скомментируешь, вы же только два спорта. Бывает такое, что ставят синхронное плавание срочно, нам надо кто-то на синхронное плавание. Ну, бывало не синхронное плавание, было водное поло, был баскетбол. Но благо, что у нас есть эксперты постоянно, что такие виды спорта мы поодиночке не комментируем. Когда я комментировал водное поло, ко мне приходил Витя Иванов, игрок сборной Беларуси. Он сильно помогал, когда баскетбол комментировал Александр Куль. Все равно ты эти виды спорта, правила понимаешь. Тебе нужно только поднять базу по игрокам. В какой-то степени вот именно эти виды спорта, они требуют серьезной подготовки. Лучшая подготовка — это скачать последние трансляции, пересмотреть матчи, как работают твои коллеги, которые в теме. Их послушать, и уже тогда у тебя будет более-менее достойный репортаж. Хороший лайфхак. Кстати, он подходит для тех, кто хочет стать комментатором, научиться. Кстати, я перешел к нашей плазме не просто так. Давайте проверим наших зрителей, насколько хорошо они разбираются в спорте. Следующий вопрос нашей игры звучит так. Кто является самым титулованным олимпийским спортсменом за всю историю? Вот давайте подумаем, порассуждаем. Усейн Болт, Майкл Фелпс, Ули Айрон Бьердалин и Александр Карелин. Вот такая у нас сегодня звездная команда. Если их объединить, наверное, можно было новый вид спорта какой-нибудь создать. Сами знаете вообще ответ? Ну, догадываешь. Догадываете. Ну, мы прямо сейчас и проверим. А пока давайте следующий вопрос наших зрителей тоже его послушаем. Как не рвнуться матом в прямом эфире? Ага. А вот это как с этим справляетесь? Тоже же сложность иногда. Там же у вас не просто как у нас сиди, тут тебе говори. Там же и накал страстей бывает. Не, ну смотри, есть ответственность. Ты работаешь на большую публику. Ну, я думаю, что это непозволительно. И не помню, чтобы у белорусских комментаторов такое проскакивало. Ну, проскакивало, я знаю. У Николая. Но это было, не должно было попасть в эфир. И это был не комментарий. Когда комментарий, я думаю, что это исключено. Слушайте, ну все мы люди. Самое главное следить за собой. Тогда, наверное, будет все хорошо и быть все-таки культурным человеком. Давайте посмотрим, как ответили наши зрители. Ну, говорите уже правильный ответ. Майкл Феллпс. Ну, конечно. Спасибо всем большое, кто ответил правильно. Кстати, немного кто догадался. Видите, не все в спорте разбираются, а комментатором хочет стать практически каждый. Это, кстати, очень популярная профессия. Давайте переходить к следующему вопросу. Можно ли явно болеть за какую-то команду и быть комментатором? Можно. Вот сейчас пора Еврокубков. Наши команды играют в Лиге чемпионов, в квалификации в Лиге Европы. Конечно же, если Батэ играет против Польского Пяста, у нас даже руководство просит, ребята, болеем за Батэ, это наша команда, мы болеем за свою страну. Если сборная играет, конечно же, за нее болеем. Но если события, где играют две белорусские команды, там нейтралитет. Если ты за кого-то болеешь, спрячь это и в эфире не покажи ни в коем случае. А зарубежные когда-то, например, только зарубежные играют? Никакого не должно быть чувства, что ты болеешь за эту команду, потому что условно матч Манчестер-Венайта-Челси, ты болеешь за Манчестер-Юнайта, сидит поклонник Челси и тебя люто ненавидят. Не должен, чтобы он понял, что ты за Ман-Юнайта. Никогда. Хорошо. Ну а если, например, наши проигрывают, как вообще? Тяжело комментировать? Да. Что говорите? Какие слова? Не хочется просто сделать эфир очень грустным, потому что это будет неприятно. И футболисты потом, которые где-то переслушают, да, им родственники, которые, мы же понимаем, что и родственники смотрят, передадут. Но это некрасиво, во-первых. Во-вторых, в принципе, зачем грустить? А вообще белорусский, ну, белорусский комментарий, да, он отличается от зарубежного? То есть у нас, мне кажется, что более как-то эмоционально все. Вот я иногда смотрю европейский, может, я просто язык плохо знаю, но обычно они так очень спокойно на одной ноте, что происходит, комментируют. Знаешь, здесь все субъективно. Некоторые говорят, что у нас неэмоциональные комментаторы. Кто-то, вот как ты, например, говоришь, что достаточно эмоциональные. Вообще эмоции, они в Латинской Америке, послушаешь, там настоящие эмоции, итальянские комментаторы, конечно, в этом плане хороши. Что касается европейцев, да, там поспокойнее, вот условно, если брать Англию, там колоссальных эмоций нет, хотя тоже бывает, если там Ливерпуль, например, выигрывает Лигу чемпионов, там люди взрываются. Мне кажется, что наш комментарий – это что-то среднее между суперэмоциями и аналитикой. Ну, вам можно эмоции свои показывать? Опять же, руководство, в принципе, всегда просит ребят, если есть возможность, почему бы не покричать. Здорово. Давайте к следующему вопросу переходить. Сколько зарабатываете и где учитесь? Вот, девушка, видно, сразу захотела стать комментатором, поэтому ее сначала заработок интересует, а потом как научиться? А вы сколько зарабатываете? А если я отвечу, вы ответите, давайте так, вопрос на вопрос. Нет. Нет, тогда я не буду отвечать. Но давайте хотя бы скажем, это достойный заработок, на этом можно жить, и это все-таки хобби? Нет, я думаю, что очень даже достойный заработок, но, опять же, это не то, что тебе положили деньги и каждый месяц у тебя фиксированная сумма. От количества комментариев зависит? Да, ты должен ее наработать, должен работать много, должен работать хорошо, только тогда ты сможешь прожить достойно. Подождите, а где учиться тогда? Потому что я же не знаю, там в БГУ же, по-моему, нет комментаторов такой специальности. Вообще в Беларуси, как так, именно комментаторству никто не учит, то есть все получаются самородки. Главное, любить спорт, это первое, что нужно. А как готовиться? Вот давайте разберемся. Готовиться в плане речевого аппарата, либо знания. Я сегодня смотрел футбольный матч и в определенный момент понял, я будущий комментатор, мне нравится, я разбираюсь в спорте, что дальше делать? Если спорт это просто, не просто хобби, да, а ты встаешь, включаешь спортивные сайты не потому, что это нужно по работе, а потому, что тебе это интересно, тогда, конечно же, прямая дорога на Макайонка 9. Если все хорошо с речью и тебе это очень интересно, я думаю, что, в принципе, все получится. Но разбираться нужно очень хорошо. Или больше ценится своей, там, аналитикой и так далее? Ну, конечно, нужно разбираться, потому что, опять же, если ты не живешь спортом, ну, очень тяжело быть хорошим комментатором, мне кажется. Кстати, как раз-таки про это у нас следующий вопрос, давайте его послушаем. Дайте инструкцию, как стать комментатором. Более давайте теперь разберем подробно. Решил? Дальше как готовились? Вот вы сказали, какие качества должны быть, а как готовиться к этому? Что вам помогало? Пошел на журфак БГУ. Помогло? Честно? Не знаю, может быть, по знакомствам помогло. Да, потому что среда творческая, все люди журналисты. Я не скажу, что комментарии – это журналистика, да, это все-таки в какой-то степени совсем другой вид деятельности. Но та атмосфера, я думаю, в какой-то степени помогла. Плюс пришел сюда на Белце радиокомпанию, потому что у журфака есть преимущество, что ты можешь проходить практику здесь и остаться. И как раз прошел журфак, хотя у нас мало кто, наверное, из комментаторов его проходил. Возраст важен, кстати, или нет, забыл спросить. Вот вы студента пришли, да? Я студентом пришел где-то четверокурсниками или третья курсника, может, не вспомню. Сейчас уже закончил. Что касается возраста, у нас есть достаточно молодые, вот мне, например, 24, да, у нас еще есть Влад Татур 26 и девчонки, которые из недавних кастингов. Есть люди, которые давно приходили, Александр Свечковский, Александр Дмитриев, есть Владимир Николаевич Новицкий. То есть возраста совсем разные. Хорошо, но вы все-таки не ответили. Как готовиться? Вот просто смотрите самому комментировать, пока идет матч? Я не знаю, как готовиться. Главное, чтобы было желание. Вот у меня было просто большое желание пойти и работать комментатором. Это была мечта. В принципе, ни о чем другом не думал. Сидел всю жизнь, смотрел спорт, смотрел, слушал комментаторов. Пришел, выиграл кастинг, все. Два часа без перерыва практически говорить, это, конечно, сложная работа у комментаторов. Интересно. Хорошо, следующий вопрос, давайте посмотрим его. Что вы ненавидите в своей работе? Сложный вопрос, потому что действительно работа комментатора, на самом деле, кайф. Минимальные, может быть, я думаю, теннисные комментаторы сейчас меня поймут, когда матчи затягиваются, либо дождь, и приходится в комментаторской долго сидеть, не понимая, когда ты выйдешь в эфир, насколько растянется твой день. И там график плавающий, условно, пройдет дальше белорусская, будут ее завтра показывать или нет. Поэтому сложно строить планы, возможно, в этом какой-то есть минус, и в остальном нет. Тогда следующий вопрос. Вы работаете по 2-3 часа в день? Вот, потому что тоже, кажется, пришли, откомментировали, домой уехали, нормально, особенно если днем. Если брать именно эфирное время, то да, там кажется, что 2-3 часа в день. Плюс, не забываем, что подготовка, это несколько часов как раз, я думаю, занимает уже более-менее опытных комментаторов. После эфира понятно, что уже расслабленность. Но, опять же, наше руководство, наш канал очень ценятся универсалы. То есть ты не можешь быть только комментатором и больше ничего не делать. У нас, например, вот если перечислить мои профессии, я комментатор, у меня шеф редактура новостей, я корреспондент, я делаю графику, беру интервью. То есть очень много и... Многозадачно. Да, и получается, что, ну, выходных практически не бывает, там, бывает, что с 9 до 10 вечера ты на макоенка. Евгений, спасибо большое, что сегодня ответил на все наши вопросы. А сейчас самое главное. Наши зрители всегда после интервью оценивают ответы на вопросы. Насколько ты честно отвечал, да или нет, давайте зададим этот вопрос. Гость честно ответил на вопросы или нет. Есть у вас 60 секунд, чтобы ответить. Он что-то скрывает. Есть еще вариант, появилось много новых вопросов. Пусть приходят еще. Сейчас посмотрим, как люди реагируют. Пожелания тем, кто хочет стать спортивным комментатором. Приходите. Я думаю, что у нас всегда с удовольствием толковых людей возьмут. Только рады. А школьники могут попробовать себя? Ну, если там старшеклассники и так далее. Как думаете? Я думаю, что по законодательству с 18 лет можно устраиваться на работу, да. Но попробовать, походить, посмотреть, на практику какую-то съездить, думаете, что возможно? Ну, как минимум, через журфак точно. Так уже ответить не могу, потому что не знаю. Как вы в тех, на журфак приглашаете. В общем, в любом случае, надо любить свое дело, и тогда, наверное, будет хорошо. Кстати, вы сегодня что-то комментируете? Когда ближайший комментатор? Что бы вас послушать? Завтра работаю в Бресте. Матч чемпионата Беларуси по футболу. На Беларусь 5 можно будет посмотреть? Конечно. А во сколько? Вечером. Вечером. Примерно? Примерно в 19. Вот, смотрите и оценивайте Евгения уже с точки зрения профессиональной. Ну и, конечно, итоги. 3-2-1. Да, вы ответили честно. И еще второй по популярности ответ. Появилось много новых вопросов. Пускай приходит еще. Спасибо вам большое. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, а сразу после нее разберемся, можно ли покупать товары сомнительного качества в интернете и не дать себя обмануть. Как это сделать? Через несколько минут в нашем эфире. Друзья, это Пин-код. Мы работаем в прямом эфире. Каждый из нас любит шарить по интернету в поисках интересных товаров. Понятно, что не только фотки одноклассников с отдыха нас интересуют. Теперь уже в интернете можно и общаться, и покупать какие-то товары. Но зачастую хочется попробовать какой-то современный гаджет, там, крем от прыщей, или там для телефона подставку какую-то. Но не понимаешь, качественно эта вещь или нет. А денег жалко. Наш коллега Екатерина Додеркина взяла эту функцию на себя и теперь сама проверяет эти интересные товары из интернета. Что она выбрала для теста сегодня, узнаем прямо сейчас. Сегодня в фокусе нашего внимания устройство, которое обещает превратить ваш телефон как минимум в планшет или даже в телевизор. Конечно, мы не могли пройти мимо этой заманчивой рекламы. Поэтому, тадам, заказали 3D-увеличитель для телефона. Давайте тестировать. Ух ты! А выглядит почти как в рекламе. Здесь у нас есть подставочки для телефона и сам увеличитель. Вы меня видите? Ну, губы эта штука точно увеличивает. А как насчет изображения смартфона? Друг мой, давай проверять. Спасибо, дорогая панда. Мама с вами. Начинаем тест. Авторы хвалебных отзывов. Объясните, что я делаю не так? Почему не получается установить телефон под нужным углом? Ну, друзья, не знаю. С одной стороны, экран телефона действительно увеличился. С другой, на установку этой штуковины потребовалось минут 20. Стоило ли оно того? Сейчас узнаем. Панда, идем сюда. Ну что, друг, устроим кинопросмотр. Запускай. Хотите правду? Я уснула на первой минуте фильма, а у панды глаза плюшевые, поэтому не устают. Похоже, нам нужны более компетентные испытатели. Пойдем искать. Тестировать новый гаджет предстоит нашим зрительницам Оле и Ангелине. Девчонки, мы принесли вам новый суперсовременный гаджет. И хотим дать задание. Нужно на протяжении двух часов смотреть любимый фильм. Справитесь? Фильмы – это по нашей части. Мы их можем смотреть на чем угодно. Тогда, пожалуйста. Да, с этим устройством девчонки тоже подружились не сразу. Смотри. Нет. Ой, вижу себя. Привет! Тут отражение идет. Так, а если... Ну, девчонки, приятного просмотра. Дождались. Финальные титры. Пора делиться впечатлениями. Это создавалось явно не для совместного просмотра. Очень болят глаза, неудобно. И надо постоянно регулировать скорость, высоту. Надо как-то подстраивать зрение, спину, глаза. Очень неудобно. Так что создатель явно рассчитывал именно на одиночек. Парочки не смогут посмотреть фильм вместе. Ну, я бы сказала, что и одному смотреть это не очень комфортно. Нужно регулярно находить удобное положение, удобный угол, чтобы видеть фильм, а не свое отражение. Ну, и до сих пор болят глаза. Это неприятно. Но, помимо этого, у устройства обнаружился еще один серьезный недостаток. Эта штука работает по принципу лупы. И если вы ненадолго ставите ее на солнышке, может случиться страшное. Как видите, минусов у этой новинки больше, чем плюсов. И своих 15 рублей она точно не стоит. Поэтому, друзья, не доверяйте всему тому, что видите в интернете. Лучше присылайте ссылки на интересные товары в нашу группу ВКонтакте. Потому что мы не доверяем. Мы проверяем. Вот так вот не получила эта продукция значка «Доверяй» от нашей Екатерины Додеркиной. Ну и ладно, как говорится, ничего страшного. Но проблема-то в том, что эта штука может быть еще и опасной. Помимо того, что за лупой ничего не видно и так. Так, так. Следующий вопрос нашего интерактива звучит. Почему лупа может стать причиной пожара? Как вы думаете, Катя показывала видосы. А почему так происходит? Отвечайте прямо сейчас. Нагревается под действием солнца. Нагревается от тепла смартфона. Она собирает горячие солнечные лучи в один пучок. Или лупа не может стать причиной пожара. Голосуйте прямо сейчас. Кстати, я вам такой дам лайфхак. Можно с помощью лупы развести костер. И это сделать гораздо проще, чем с помощью обычной зажигалки. Особенно, если погода солнечная. Попробуйте, как-то поэкспериментируйте. Главное, под контролем взрослых. Итак, подводим итоги. Ну, конечно, она собирает горячие солнечные лучи в один пучок. Практически единогласно ответили наши зрители. И это здорово. Кстати, впрочем, с помощью лупы можно тоже сделать много интересных изобретений, которые вам в повседневной жизни обязательно помогут. Например, сделать даже небольшой кинотеатр у себя дома. Для этого понадобится лупа, клеевой пистолет, двусторонний скотч, коробка из-под обуви, кусочек пенопласта, чехол от телефона, канцелярский нож или ножницы. Как все это собрать, я думаю, что мы вам совсем скоро расскажем. Например, прямо сейчас. Чудо инженерной мысли уже появилось у меня в руках. Что у нас здесь? Обычная обувная коробка, в которой мои помощники вырезали отверстие и вставили туда обычную самую дешевую лупу. Сделать это можно при помощи клеевого пистолета либо двустороннего скотча. Внутри коробку мы выкрасили черной краской для того, чтобы картинка была более яркой. Также нам понадобится кусочек пенопласта либо обычного картона, который будет служить подставкой. Сюда мы приклеиваем двусторонний скотч и на этот скотч фиксируем чехол для телефона. Желательно ровно. Благодаря этой подставке мы сможем перемещать телефон. Это нужно для того, чтобы регулировать фокусное расстояние. Наш проектор готов. Наш проектор готов. Осталось понять, работает ли он. Для этого берем смартфон, выбираем максимально качественное видео, включаем телефон на максимум яркости, отключаем автоповорот экрана и теперь запускаем видео. Но что нам нужно сделать? Важно перевернуть телефон на 180 градусов, то есть вниз головой, потому что линза переворачивает наше изображение. Осталось только зафиксировать телефон в чехле. Теперь направляем лупу на однотонную стену и перемещаем подставку до тех пор, пока изображение на стене не будет четким. Вот и все. Самое трудное позади. Наш кинопросмотр начнется через 3, 2, 1 секунду. Гасите свет. Смотрите-ка, сработало. Качество картинки, конечно, хромает, но всяко лучше, чем смотреть через тот самый увеличитель из предыдущего сюжета. Так что, если хотите экспериментов, начинайте с коробки и лупы. Катя, спасибо тебе большое за то, что делаешь нашу жизнь проще, интереснее, и самое главное, экономишь наши деньги. Ну а мы подводим итоги сегодняшнего эфира, отдаем подарки. Сегодня победитель при В. Такой логин у человека. Мы его поздравляем. Получайте стильную вышиванку от магазина Вышиванка Бай. Ну а это программа Пин Кот. Спасибо всем большое, что были с нами. Оставайтесь на телеканале Беларусь-2. Всем пока и хорошего дня.